Сегодня я не просто так крашу волосы, а еще и показываю задачу по колористике. Как колористика влияет на окрашивание волос. Колористика это такая наука, в которой можно в принципе просчитать любой цвет математическим путем. Я пишу книгу на эту тему, она просто взрыв мозга для многих, потому что там такие вещи неожиданные. Как только я ее закончу, обязательно дам знать на канале, вставлю везде ссылки. И сегодня я покажу вам окрашивание волос на себе. Дело все в том, что у меня отросли корни не так уж и много. Вроде бы с этим можно жить, но впереди праздники с такими отросшими корнями это вообще не торжественно. Тут такая ситуация интересная. Порошком я не могу здесь ничего сделать, потому что корни маловато отросли для порошка. Придется краской. Возьму краску фирмы Концепт 1031 и 9.1. Очень светлый золотистый жемчужный и пепельный блондин. Ссылки на все материалы в описании и в закрепленном комментарии. Размешиваю эту краску один к одному и буду работать на 6 процентном оксиде. В процессе окрашивания расскажу, почему именно вот эту краску я взяла. Когда мы мешаем две краски, обязательно нужно их перемешать между собой без оксида. Я взяла 40 грамм этих красок, 20 грамм одной и 20 грамм другой и наливаю 40 грамм 6-ти процентного оксида. Начинать буду с затылочной зоны. Все, я уже в другом кабинете. Сейчас покрашу себе затылок, потом приду покрашу себя спереди. Так, ну все, затылок я намазала, надо бегом мне мазать теперь спереди. Объясняю, что я делаю. Я сейчас не крашу волосы. Я делаю тушевку цвета корней. Причем я выбрала специально краску 10-31. Смешала ее с 9-1. Почему? Если бы я взяла просто сейчас 10-31. В принципе, изначально бы я получила неплохой результат, но обратите внимание на цвет моих корней. Прикорневая зона имеет небольшую зону с желтоватым отливом. Если бы я сейчас взяла 10-31 в чистом виде, я бы добавила себе по сути этого желтоватого отлива. Я этого не хочу. Мне нужен цвет между 10-31 и 9-1. Чтобы он был и не холодный, и не теплый. Это первое. Второе. Я на корни наношу совсем немного краски для того, чтобы корни покрасились. Представляете, не в 9-31 и не в 10-31. Они не будут у меня сейчас не серыми, не золотистыми. Они будут приглушенно-холодно-коричневого цвета. Если, конечно, я долго не буду держать эту краску. Если долго буду держать, то они пожелтеют. Это все из области колористики. Может быть, не всем это понятно. Почему у меня корни будут коричневые? Я же ведь взяла 9-1, 10-31. Это же не коричневые цвета. В этом и суть окрашивания волос. Я беру цвет, но получу в итоге немножко другой цвет, не такой, как он выглядит в палитре. То есть тут огромную роль играет база, на которую ты наносишь этот цвет. Цвет базы смешивается с цветом краски. И получается третий цвет. Задача при окрашивании волос, вот этот цвет как бы просчитать. И из этого сделать вывод, какой цвет тебе надо взять. Это задача по колористике. В итоге получается, мои корни, которые отросли черные, они будут холодного коричневого цвета. А вторая зона, вот эта, ближе всего к корням, отросшим, эта зона будет более холодного цвета, но она не будет пепельная. Парадокс? Да, это парадокс. Задача по колористике в данной ситуации звучала бы так. Она бы состояла из двух составляющих. Прикорневая зона натуральная база и прикорневая зона косметическая база. 9,1 плюс 10,31 на 6% на оксиде плюс 3,0 цвет моих корней отросших натуральной базы. Максимум, что я сейчас сделаю этой краской, подниму уровень глубины тона моих корней на 2, потому что это 6% оксид. И считаем 3,0 плюс 2, получаем 5. На пятом уровне у меня здесь будет, именно вот в этом натуральном ряду будет главенствовать холодный коричневый. А так как я немножечко растягиваю эту краску на прикорневую зону с косметической базой, у которой цветовое направление 9,7, это после предыдущей моей тонировки, на 6% оксиде 9,7 плюс 10,31 и плюс 9,1 мы получим восьмой уровень. Представляете, какой парадокс? Натуральную базу я осветляю, а косметическую базу я сейчас немножко затемняю. За счет чего это происходит? За счет пепельного оттенка, потому что пепельный оттенок всегда дает затемнение. Таким образом, одной краской, ну одним составом, воздействуя на две базы, на косметическую и некосметическую натуральную базу, натуральную базу я поднимаю немножечко, а косметическую базу я немножечко опускаю по уровню глубины тона. То есть делаю такой легкий градиент. Если бы я взяла, например, на 9% оксиде эти же краски, то моя натуральная база осветлилась бы до некрасивого, теплого, коричневого, золотистого цвета. Это тоже закон колористики. А прикорневая косметическая база не затемнилась. В итоге у меня бы были бы просто горящие корни. А так получится сейчас легкий, мягкий градиент. В общем, моя задача не переосветлить натуральную базу, потому что она вылезет просто в горящие корни. И немножко притупить вот в этом месте теплый оттенок. И тогда вот эти цвета, которые у меня на корнях и на косметической базе, они просто сольются. Они будут мягко переходить друг в друга. Все нанесла. Да, кстати говоря, почему я взяла 10.31? Потому что мой основной тон, цвет волос, вот этот вот, он сейчас золотом. И его достаточно хорошо видно. Если бы я взяла просто пепельный цвет, натуральная база была бы у меня теплого цвета. По-любому. Потому что хоть какой свет бери на 3.0, в любом случае цвет был бы теплый. Но на границе с косметической базой, вот здесь, пепел, он бы просто провалился. Вот здесь он бы был бы холодный. А потом опять пошел бы светлый золотистый. Вот вам и колористика. Да, колористика это такая наука, в которой можно, в принципе, просчитать любой цвет математическим путем. Я пишу книгу на эту тему. Она просто взрыв мозга для многих, потому что там такие вещи неожиданные я описываю. Как только я ее закончу, обязательно дам знать на канале, вставлю везде ссылки на эту книгу. И в ней я, кстати, показываю массу примеров именно вот этих колористических задач и объясняю понятным языком, почему это так происходит. Вообще без колористики окрашивание волос это пальцем в небо. Ты даже не представляешь порой, какой цвет тебя ждет. Либо ты просчитываешь его, либо ты получаешь сюрприз. С одной стороны, это кажется достаточно сложно, конечно, для понимания, особенно если ты не соображаешь даже хотя бы в терминологии. Ну вот косметическая база и не косметическая база. Косметическая это ранее окрашенные волосы, а не косметическая это натуральные волосы. И они вот абсолютно по-разному подвергаются окрашиванию. То есть если нанести на натуральные волосы и на косметическую базу один и тот же цвет, вот как я сейчас делаю, мы получим абсолютно разные оттенки. Представляете? Хотя казалось бы. Слушайте, я сейчас вижу себя, что я очень темная на камере. На самом деле нет. Вот все-таки искажает чуть-чуть цвет. Если ближе вот так вот подлезть, вот видно, что он еле-еле-еле-еле. Еле-еле душа в теле у него. А вот так вот отдаляюсь прям черни. Вот и время выдержки, время выдержки в данной сейчас ситуации зависит исключительно от корней. Я их проверяю, насколько они отдали свой черный цвет моей краске. То есть самая главная сейчас моя задача, это притупить цвет корней. По косметической базе мы в принципе уже сработали достаточно хорошо. А вот цвет корней, вот я сейчас вижу, он начинает рыжеть. То есть если взять вот краску снять, и уже видно, как черного нету. В общем, так я сижу 10 минут, смываюсь без эмульгации, быстро, просто максимальный напор воды, сушу голову и покажусь вам. Кстати говоря, многие пишут, что у меня не получается сделать мягкую растяжку. Ребята, на кисточке должно быть очень мало краски. Вау! Какая красота все-таки! Это колористика! Посмотрите на мой цвет волос! Боже! Корни выровнялись! Это какой-то кайф! Цвет по полотну мягко переходит в натуральный блонд. Волосы блестят! Эффект ламинирования! Вот, обратите внимание, сейчас очень хорошо видна полоса, мои отросшие корни, вот эти вот, они стали, как я вам говорила, холодного коричневого цвета. И когда мы вот так делаем, получается шикарный прикорневой цвет в стиле Балаяш. В общем, я довольна. На самом деле, цвет получился очень клевый. Такой, знаете, мягкий, мягкий переход получился. Даже не подумаешь, что у меня здесь 9.1 и 10.31. Смысл колористики и заключается в том, что, когда ты начинаешь красить волосы, наносишь один цвет краски, предполагая, что у тебя будет вот тот цвет, который ты нанес. Вы видели, какие у меня были черные корни, да, практически, после того, как я выдержала 15 минут. И казалось бы, ну, что-то можно получить в итоге-то. А в итоге получился прекрасный, легкий балаяш, растяжка от корней. Свои корни перестали чернеть. Они мягко перешли в красивый основной тон волос, в полотно волос. И вообще, все счастливы. И следа, кстати, не осталось от вот этой косметической базы прикорневой зоны. Посмотрите. Почему так произошло? Потому что я совершенно правильно подобрала сейчас себе цвета под свои разноцветные базы. И получился просто шикарный, обалденный тон. Без всяких провалов цвета. Чем мне, в принципе, это грозило. Вот это взять просто пепельный цвет и нанести на корни, то у меня был бы здесь провал цвета. Провал это значит провал. Про то, как отрастить быстро волосы. Я снимала видео, несколько раз снимала видео на канале. Ссылки на все полезные ролики оставлю в описании. Чаще читайте описание, потому что там всегда я что-нибудь там дописываю после ролика. Что забыла сказать, будет в описании. И в закрепленном комментарии. Также огромное количество вопросов у меня сейчас поступает во все соцсети. Это просто что-то невероятное. Я не успеваю не то, что там отвечать. Я просто не успеваю читать. По поводу почему-то именно курса колористики. Есть ли у меня курс колористики? Я готовлю и курсы колористики, и курсы по стрижкам. И пишу сейчас, усердно пишу книги. По колористике книга выйдет. Первое, точно могу сказать, потому что я ее уже практически закончила. Как только поставлю последнюю точечку, дам знать на канале, во всех соцсетях. Оставлю везде ссылки. Книга просто опупенная. Все, как мы любим. В моем стиле. Минимум тягомотины и максимум позитива. Все рассказываю человеческим простым языком. Любой человек сможет освоить эту тему. Кстати говоря, она называется колористика для всех. Не только для мастеров-парикмахеров, а для всех, кто хочет научиться правильно красить волосы. Не только себе, кстати говоря. Это можно делать и своим друзьям, подружкам. Не обязательно быть мастером-парикмахером, колористом может быть. Любой человек, который просто любит красить волосы, любит эту профессию. Кстати, это действительно можно перевоплотить в профессию. Потому что многие люди просто хорошо красят волосы, при этом не делают стрижки. В колористике ты изучаешь не технологию окрашивания волос, а логику окрашивания волос. Кстати говоря, вот этот весь процесс, как я сначала осветляюсь порошком, тонируюсь. Потом через какое время я делаю себе вот такую прикорневую тонировку. Эти все процессы я постоянно снимаю и все время удивляюсь, когда мне задают вопросы под какими-то из этих видео. О, это очень интересно, круто, а что же дальше? Это все уже снято не один десяток раз. Поэтому просто посмотрите сами на канале, что же дальше. Вот опять показываю, что же дальше. После того, как я себе сделала осветление порошковое, прошло небольшое количество, кстати, времени прошло. Но из-за того, что сейчас вот эти вот праздники на носу, приходится чуть-чуть опережать события. И вот что я сейчас сделаю. Стрижку я эту, кстати, сама себе делала тоже, ссылки есть в описании на нее. Короче говоря, все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо. Да, колористика это восхитительно. Это удивительная наука. Ну, просто. Чок гюзель. Благодарю вас всех за потрясающие комментарии. Надеюсь, ролик был для вас полезный. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать новые уведомления. А я на этом канале снимаю ролики для вас и показываю все тонкости работы мастера индустрии красоты. Bye-bye, everyone. С вами была Ева Лорман. И до встречи в новых видео. Эй, народ, не скупись. Лайк поставь. Подпишись. Колокольчик тут зажми. Делись со всеми. Не томи. Хватит даме танцевать. Пора идти и тос снимать.